Очень важная тема, потому что это часть великого поручения самого нашего Господа Иисуса Христа делать учеников. И тема называется «Как делать учеников Иисуса Христа или критерии истинного ученичества?». В последнее время очень часто мы задаемся такими вопросами о том, что покаялся человек, а что дальше? Ну, принял человек Иисус Христа, а что дальше? Какие критерии ученичества? Как сделать ученика? И давайте мы прочитаем это великое поручение, которое написано в последней главе Евангелия от Матфея, в 28 главе, 16 стиха. «Один из же учеников пошли в Галилею на гору, куда повелел им Иисус, и, увидев его, поклонились ему, а иные усомнились». Вы можете себе представить, в тот момент, когда Иисус Христос умер, потом на третий день воскрес, потом явился более чем 500 свидетелем, уже в новом теле, преобразованным, трансформированным. В могущественном теле его тело сияло, излучало Божью славу. Его уже нельзя было ни умертвить, ни поразить. И кто-то усомнился. Даже вот при всех вот этих верных признаках кто-то усомнился. «И приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле, и так идите и научите все народы». Вот в переводе буквально это звучит так. «Идите и делайте себе учеников из всякого народа». «Делайте учеников, креся их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Ну, тут как бы дальше понятно, что мы преподаем водное крещение, а потом преподаем, учим, наставляем, как принять крещение Духом Святым, как принимать крещение огнем. Всего существует три крещения. Это начатка учений христовых. 20 стих. «Учая их соблюдать все, что я повелел вам. И сия с вами во все дни, до скончания века. Аминь». Вот в этом великом поручении звучит «Делайте себе учеников». Как делать? Вот сегодня об этом тема. Я хотел бы начать с первого послания к Оринфянам. Сегодня мы немножко почитаем, потому что Священное Писание. Богу Духновенно. Очень важно в Нем никогда не сомневаться, верить в то, что это полностью, целиком Божие Слово. От начала, от книги Бытия до книги Откровения. Каждая буковка, каждая запятая Иисус Христос обещал, пока все не исполнится. Сейчас очень много появилось лжеучений, которые подвергают сомнению, истинно ли Священное Писание, является ли это Божьим Словом. Люди верят всякой, не знаю, как даже это так назвать, ну, такой глупости, да, которая, просто чтобы отвратить. Самое главное, да, дьявол ставит задачу отвратить людей, уверовавших даже людей от Священного Писания, чтобы перестали верить в то, что там написано, перестали читать, или усомнились хотя бы в одной части Писания. Вы знаете, что происходит, да? Если человек усомнился хотя бы в одной части Писания, хотя бы в одном слове, да, и сказал, ну, я здесь вот сомневаюсь, через какое-то время, как правило, да, этот человек сомневается, уже подводит под сомнение большую часть Священного Писания, некоторые книги уже для него становятся сомнительными. В конечном итоге, ну, если он, конечно, не обратится, на самом деле, не начнет искать лица Господнего, он начинает отвергать все Писание. И в тот момент, когда человек отвергает все Писание, он идет в погибель, в том плане, что его вера терпит, как Библия говорит, кораблекрушение. Очень важно нам верить. Если это написано, значит, для верующего человека это факт, ну, это совершенный, совершившийся факт, который неизменен. Бог от своих слов никогда не отказывается. То, что он обещал, он обязательно исполнит. Рано или поздно, что-то он уже исполнил, что-то он сейчас исполняет, и что-то он исполнит в ближайшем будущем. Давайте мы откроем первое послание к Коринфянам, 15 глава. С самого первого стиха, здесь написано, апостол Павел, конечно, пишет, «Напоминаю вам, братья, Евангелие». Вот сегодня мы о силе Евангелия. Какое значение имеет Евангелие? Евангелие в переводе означает «благая весть», то есть радостная весть, счастливая весть. О чем? О ком? «Которую я благовествовал вам, которую вы и приняли, в котором и утвердились, в котором и спасаетесь». Слышите, Евангелие спасает, так написано. «Если преподанное удерживайте так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали». И вот здесь вот приводится такое слово о том, что можно, оказывается, не тщетно уверовать, можно веровать тщетно, ну то есть напрасно. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день». В послании к Римля нам написано о том, что Иисус Христос, и мы это очень важно запомнить, это важно, это основополагающие истины, Иисус Христос умер за грехи наши, воскрес во что? Воскрес в наше оправдание. И пребывает сегодня Одесну у Бога на высоте. И что с пятого стиха? Явился Кифе, ну то есть Петру, потом Двенадцати, потом явился более нежели пятистам братьев, одно время из которых большая часть даны им в живых, а некоторые почили, потом явился Якову, также всем апостолам, а после всех явился и мне. Вы помните, как апостол Павел в прошлой жизни Саввел, фарисей из фарисеев, встречал по дороге в Дамаск Иисуса Христа. И с того момента начался новый путь. В будущем он стал апостолом Павлом, который написал больше всех посланий, больше всех поучений, хотя он лично не знал Иисуса Христа, он получал откровения от самого Господа Иисуса Христа, и в этом мы не сомневаемся, и утвердил очень много, и утверждает. Этим словом мы питаемся, наставляемся, научаемся, утверждаемся в вере через апостола Павла в основном, потому что он был поставлен апостолом над язычниками. Евреи его и по сей день не признают, не принимают, ненавидят апостола Павла, потому что он для них предатель. Когда-то был евреем из евреев, потом стал обращать язычника в веру, сегодня через его учение практически более миллиарда, нет, это более миллиардов только католиков, потом где-то около 1 миллиарда только протестантов, православных, где-то более 200 миллионов, вот на сегодняшний день по статистике, верят в Иисус Христа, то есть можно так сказать, что почти половина населения земли. А после всех явился мне, как некому извергу, ибо я наименьший из апостолов и не достоин называться апостолом, потому что Саввел, он гнал Церковь Божию, он убивал, сажал в темницу христиан, пытал их, истязал и принуждал их хулить Святого Духа. В представлении христиан самый страшный грех. Десятый стих. Как очень мудро пишет опытный апостол уже, который совершил уже такое большое течение, он не присваивает себе этот труд, даже весь труд, который он совершил, он присваивает и отдает Божьей благодати, которая трудилась в нем и через него. Итак, я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали. Если же о Христе проповедуются, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? В те времена жили из уидеев, например, фарисеи еще верили, что есть воскресение мертвых, садуки не верили в то, что есть воскресение мертвых, но даже среди христиан были такие христиане, были целые течения, которые не признавали воскресение из мертвых. Дальше, 13 стих. Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна. Тщетна и вера наша. Смотрите, критерий истинной веры – это вера в то, что Иисус Христос воскрес. И чуть-чуть дальше мы еще рассмотрим более глубоко. Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскрестил Христа, которого Он не воскрешал. Если, то есть мертвые не воскресают. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна. Смотрите, апостол Павел три раза, несколько раз подчеркивает, что вера абсолютно тщетная, напрасная, не имеет никакой силы в тот момент, когда человек, может быть, поверил в Бога, может быть, он верит, может быть, он покаялся. Покаялся о том, что Иисус Христос умер за Него, за Его грехи, но он не верит в то, что Иисус Христос воскрес, или что верующий в Иисуса Христа когда-либо воскреснет. Эта вера, она тщетная. Эта вера, она напрасная. Эта вера не имеет никакой силы. Я каждый раз вспоминаю песню Владимира Высоцкого, который пел «Да только жаль распятого Христа». Это действительно жаль. Тогда становится очень жаль распятого Христа. Почему? Потому что тогда, если Иисус Христос не воскрес, тогда это просто человек, который когда-то невинно, незаслуженно пострадал за грехи людей, пошел на вот эту смерть, его просто убили, и он умер, и не воскрес. Тогда эта вера жалкая. И последователи, которые в это верят, это самые несчастные люди. Об этом Павел пишет чуть-чуть ниже. Если мы с 19 стиха в этой только жизни надеемся на Христа, вот на такого умершего Христа, а не воскресшего, то мы несчастнее всех человеков. И можете себе представить, что и на сегодняшний день существуют целые, огромные, религиозные, христианские направления, которые верят в то, что Иисус Христос только умер, и об этом проповедуется, об этом учится, о том, что Он умер, о том, что Он пострадал, о том, что Он был стязаем, акцент ставится на Его смерти. И о том, что Он умер за нас, но ничего не говорится о том, что Он еще и воскрес. Или люди в это, по крайней мере, не верят. Или тем более не верят о том, что благодаря Иисусу Христу мы когда-нибудь воскреснем. Это самые несчастные люди. И они реально несчастные. Потому что, на самом деле, люди, которые верят только в смерть Иисуса Христа, это просто тщетная, Библия так говорит, это не я говорю, тщетная, напрасная вера. Но Христос воскрес, апостол Павел утверждает. Апостол над язычниками. Если Он так верил, и нам надо в это верить. Аминь. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, потому что Адам первый согрешил, так во Христе все оживут. Потому что Иисус Христос первый воскрес к вечной жизни. Если, например, Лазарь, он воскрес, но он потом умер, да? Или там люди, которые воскресали, которых Иисус воскресил, которых ученики Иисуса Христа воскресили, которых Илья воскресил, они воскресли, но они потом умерли. То Иисус Христос воскрес, и Он уже не умирает. Он воскрес в вечную жизнь. «Воседая сегодня Одесну Господа на высоте». Каждый в своем порядке, 23 стих. Первый Нес Христос, потом Христовый, в пришествии Его. Когда Иисус Христос придет, Его Церковь воскреснет, встретит Его в сретении Господа на высоте, и там на небесах будет вечно с Ним. 24 стих. «А затем конец, когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу, ибо Ему надлежит царство, доколе не изложит всех врагов под ноги Своей. И последний же враг истребится». Какой враг? Смерть. Потому что все покорил... Кто покорил? Бог. Потому что все покорил под ноги Его. Когда же сказано, что Ему все покорено, то ясно, что кроме того, который покорил Ему все. Когда же все покорит Ему, тогда и сам Сын покорится покорившему, все Ему, да будет Бог, все во всем. Иначе что делают крестящиеся для мертвых, если мертвые совсем не воскресают? То для чего и крестятся для мертвых? Для чего и мы ежечасно подвергаемся бедствиям? Я каждый день умираю. Смотрите, апостол Павел пишет. «Свидетельствуюсь в том похвалу и ваши братья, которые я имею в гости Иисусе Господне нашим, по рассуждению человеческому, когда я боролся со зверями в Ефесе, какая мне польза, если мертвый не воскресает? Станем есть, пить, ибо завтра умрем». Когда человек понимает о том, что воскресения никакого не будет, о том, что душа его умрет, и на этом конец, тогда наслаждайся всеми удовольствиями этого мира, иди ешь, иди пей, получай какие-то удовольствия, потому что ты понимаешь глубоко о том, что завтра конец. И если такой человек узнает, что завтра будет какая-то глобальная катастрофа, он начнет просто еще больше пить, еще больше есть, еще больше вдаваться просто в самые тяжкие грехи. Но с апостолом не было так. Он совершал какой-то подвиг, каждодневный подвиг. Почему он это делал? Давайте мы сегодня вот в этом вопросе постараемся разобраться. 34 стиха. «Отрезвитесь, как должно, и не грешите». Есть смысл не грешить, когда мы понимаем глубоко, что Иисус Христос воскрес, и что все верующие в Иисус Христа придет время и воскресут, когда Он придет, и Он будет судить Вселенную. И сегодня суд Божий начинается с Дома Божьего. Очень важно прийти в святую жизнь, в праведность Божию. «Ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога». Человек, который продолжает грешить, который продолжает жить сознательно грехом, он не может знать Бога, потому что Иисус Христос говорит, «Если ты делаешь грех, то ты раб греха». 35 стих. «Но скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые, и в каком теле придут? Безрассудные. То, что ты сеешь, не оживет». И здесь, я не буду это подробно читать, потому что это очень долго, но в двух посланиях очень четко говорится о том, апостол Павел учит о том, что как тела наши будут преобразованы. Когда Иисус Христос придет взять своих, на самом деле, миллиарды, триллионы людей, они, те, которые 2000 лет тому назад погибли за имя Иисуса Христа, ну, там, 1000 лет, например, или 1500 лет, 500 лет тому назад, ну, 10-20 лет тому назад, умерли во Христе Иисусе. Их тела, их уже не существует. Они познали тление, но когда придет Иисус Христос, я в это искренне верю, верующие в Иисуса Христа получат нетленные тела, восстанут из земли, и вот в этих телах, в вечных уже телах, преобразованных телах, в таких же телах, как и у Иисуса Христа, они будут уже пребывать с Иисусом Христом вечно. Об этом говорит Священное Писание. И мы призваны к этому верить. Аллилуйя! Сегодня мы узнали о том, что, когда моя вера основана только на том, что Иисус Христос умер, эта вера по Писанию считается тщетной. Она напрасна, она не имеет никакой силы. И теперь давайте мы посмотрим о том, что мы призваны делать во время благоествования. Какой для меня критерий того, что человек действительно уверовал. Я могу сказать, именно основываясь на этом месте Писания, в первом послании Коринфянам 15 глава, о том, что если человек верит только в то, что Иисус Христос умер за его грехи, но не воскрес за его оправдание, это человек неверующий. То есть это человек просто религиозный, конечно, да, он может ходить в церковь, он может исполнять какие-то обряды или ритуалы, но этот человек не верит в Иисус Христа, который воскрес и который жив сегодня, да, и который грядет. Я вспоминаю 90-е годы, когда мы ходили по улицам, проповедовали Иисус Христа распятого, умершего, воскресшего на третий день и воскресшего. И мы учили людей реально тому, что если вы хотите испытать Бога, просто обратитесь к Нему, просто научитесь с Ним разговаривать. И вы знаете, реально много людей, ну я так уверовал, да, о том, что просто во времена отчаяния, когда приходит какая-то нужда, какой-то кризис, да, когда вот, ну на самом деле, просто там сильная депрессия, какое-то давление просто приходит, человек в отчаянии, и он вспоминает вот эти слова, которые ему сказал евангелист или верующий в Иисус Христа, и он начинает просто обращаться, он начинает испытывать Бога. Ну, во многих фильмах это прямо показывается, да, когда человек обращает лицо к своему к небу, говорит, Бог, если ты есть, ответь мне, и буквально в этот день или на следующий день или в ближайшие дни Бог ему реальным образом отвечает. Ну, одни люди через это приходят к Богу, а другие дальше продолжают сомневаться. Потом опять, Бог, если ты есть, подтверди мне. И Бог подтверждает второй раз, третий раз, четвертый раз, и потом, ну, до тех пор, пока человек не уверует, пока вера не появится, пока не начнет читать священное писание. Когда наша вера не тщетна? Наша вера не тщетна, когда именно вот приходит глубокое осознавание того, что Христос воскрес, и Он сегодня живой, и Он отвечает на молитвы, и Он могущественный, и чудеса в моей жизни начинают происходить в тот момент, когда я именно в это верю, воскресшего Христа, живого Бога, который отвечает реально на мои молитвы. Ну, я говорю о том, что вот, ну, просто периодически мы собираемся на ужинах, пишем такие в небесную канцелярию записки, нужды, и я могу так сказать о том, что вот когда я начал конкретно прописывать нужды и отдавать их Богу в молитве, да, мы совместно молились, Бог ответил вообще на все мои молитвы. Ну, просто у меня остались только благодарности, я просто, Бог, спасибо тебе вот за это, спасибо тебе за это, спасибо тебе за то, что отвечаешь на мои молитвы. Бог, потому что Бог живой, потому что я верю в то, что Иисус Христос воскрес, но и это еще не все. Давайте мы откроем послание Колоссяна, вторая глава, с восьмого стиха. Апостол Павел пишет, смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольчением. Очень много философии появилось, очень много обольщений. По преданию человеческому, по стихии мира. То есть, сегодня мир учит одному, завтра будет учить совершенно противоположным вещам. Для мира это нормально, только у Бога слово непоколебимо. Ибо в нем обитает, смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философию, пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Ибо в нем обитает вся полнота божества телесной. Во Христе обитает вся полнота божества телесной. И вы имеете полноту в нем, и мы имеем полноту в нем. Вот, скажи себе так, я имею полноту в нем. Который есть глава всякого начальства и власти. В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христову. Быв, и вот здесь послушайте, быв погребены с ним в крещении, то есть в момент водного крещения, мы учим так, происходит наше погребение, погребение нашей ветхой плоти. Мое ветхое я умирает, мой новый внутренний человек, он возрождается к новой жизни. В нем вы и совоскресли. Вот скажите, я совоскрес. Вот это исповедание, провозглашение, оно имеет колоссальное значение. Вы знаете, когда вера моя лично рождается. И вот здесь вот очень важный критерий. Ученичество, именно ученичество. Когда человек становится учеником? Человек становится учеником именно в тот момент, когда он поверил в то, что не только Иисус Христос воскрес, но и я совоскрес вместе с ним. Вот здесь раздается ученик. Потому что Иисус Христос умер за мои грехи, воскрес за мое оправдание, и я совоскрес вместе с ним. Для чего? Для того, чтобы продолжать жить грехомной жизнью? Или продолжать жить, как все люди в этом мире? Как вы думаете? Мы не для этого совоскресли. Мы совоскресли для того, чтобы вершить его дела. Дела Иисуса Христа. Потому что Иисус Христос нам, верующим в Иисус Христа воскресшего, обещал и обещает еще о том, что как я поступал, так и вы будете поступать. Я делал, и вы будете делать. Будете делать то, что Я делал, и даже более того. То есть Иисус Христос обещает, что мы будем делать дела Иисуса Христа, то есть воскрешать из мертвых, исцелять больных, возлагать руки на больных, они будут исцелены, благовествовать лето Господнее, благоприятное и так далее, и то подобное. То есть все то, что делал Иисус Христос. Мы к этому призваны. Мы совоскресли верой в силу Бога, который воскресил Его из мертвых, 13 стих, «И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи, истребив учением, своим учением Иисус Христос, истребил бывшее нас рукописание». Какое рукописание? Закон Моисеев. Потому что сила греха, она познается через закон, через закон Моисеев. А через учение Иисуса Христа мы получаем свободу. Слышите меня? Благодать на благодать. Мы получаем освобождение, силу воскресения, силу благодати, Духа Святого. Получаем возможность входить во святая святых. «И Он взял Его от среды и пригвозил ко Кресту, и отняв силы у начальцев властей, властно подверг позору, восторжествовав над ними собой». Итак, никто не осуждает вас за пищу или за питье. Если мы пьем или что-то принимаем в пищу. Это может для евреев считаться некошерной пищей. Но написано, то, что Бог очистил, не почитает того нечистым. Или за какой-нибудь праздник. Мы, христиане, любим праздники. Любим праздновать. Ну, скоро у нас праздник Пятидесятницы. 16 июня планируется. «Это и есть тень будущего, а тело во Христе. Никто да не обольщает вас самовольным, смиренно-мудренним и служением ангелов». Ну, то есть, вот эти всякие различные такие учения и чаще всего лжеучения, когда люди вот так, не основываясь на священном писании, а просто какая-то отсебятина идет о том, что вот я там видел ангелов, у них вот такой характер, они вот так вот так поступают. Но если это не основано на священном писании, то это все просто лжеучение. «И не держать головы, от которого все тело, состами и связями, будучи соединяемо, искрепляемо, растет возрастом Божиим». 20 стих. Итак, если вы со Христом умерли для стихии мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь в постановлении? Не прикасайся, не вкушай. Всякие суеверия, да, иногда и от христиан можно услышать, вот там ложка упала, сейчас кто-то придет там. Ну, просто это все суеверия, к Богу это им не имеет никакого отношения. И давайте мы прочтем Колоссянам 3 глава, самом начале. Я про то, что мы воскресли. Сейчас мысль подчеркиваю. Первый стих, послание Колоссянам 3 глава. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, о горнем помышляйте, а не о земном». Слышите? Это заповедь Господня. О горнем. Иисус Христос на горном проповоде указывает. Ищите прежде Царствие Божие и правды Его. Все остальное приложится. И вы знаете, на самом деле, для меня это критерий. Именно ученичество. Ученик, он каждый день призван. Вот с самого утра встал, да, и просто вот начинаешь молиться, промаливать, ревновать о Божьем Царстве в твоей жизни, чтобы Божье Царство пришло. И вы знаете, вот на самом деле, мы христиане, живые христиане, призваны жить живым Богом, ходить с воскресшим Иисус Христом, совоскреснуть вместе с Ним, и являя Царство Божие на этой земле, как и на небе. То есть, то Царство, в котором мы живем, наше жительство на небесах, и мы его стяжаем. Слышите меня? Хорошее слово. Стижаем. Стижаем, чтобы Царство Божие спустилось с неба на землю. И чтобы пришло Божие присутствие. И чтобы меня окружало Божие Царство. Сила Святого Духа. И чтобы люди реально переживали это Божие присутствие. А давайте помолимся, да? Ну, просто кто-то спросил, задал какой-то вопрос. Помолитесь, обратитесь лично к Иисус Христу. Скажите, Иисус, пожалуйста, ответь мне вот на этот вопрос. Я хочу просто услышать. Открой мне Священное Писание, потому что я его не понимаю. Выведи меня из этой нужды. Прошу тебя, проговори через двух-трех свидетелей. Вы знаете, Бог не замедлит, потому что Он живой Бог. Если вы искренне в своем сердце обращаетесь к Богу, Бог всегда отвечает. И смотрите чуть-чуть ниже. С 10 стиха. И облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего Его, где нет ни Элина, ни Уйдея, ни Обрезания, ни Необрезания, Варва, Скифа, Раба, но все во всем Христос, облекитесь, как избранные Божие, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг от друга, прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы. Более всего, облекитесь в любовь, которой есть совокупность совершенств. Аминь. Здесь вот, знаете, мы подошли к любви, и это тоже очень важный признак ученичества, того, почему можно определить, кто перед тобой, ученик Иисуса Христа или не ученик. Ученик Иисуса Христа поступает по заповедям Господним, по заповедям Иисуса Христа. Он живет потому, как сказал ему Иисус Христос, о том, что тот, кто любит меня, тот исполняет заповеди мои. Кто не любит меня, тот не будет исполнять заповеди. Ученик будет исполнять заповеди, не ученик. Тот, кто не является уничтожником, он даже об этом и не задумывается. Какие заповеди, да? О чем вы вообще говорите? И вот здесь я хотел привести сегодня критерий истинного ученичества. Вот знаете, вот просто почему апостолы 2000 лет тому назад, они встали в служение, ни один из них не отпал, да, вот как сегодня, да, статистика говорит о том, что каждый год, ну, например, в Болгарии закрываются десятки церквей, многие, множество пастырей отпадают, вообще отпадают от веры, охладевают, уходят в мир, много падений происходит. Почему ни один апостол не упал? Почему ни один апостол не отрекся? И более того, почему все, я могу так сказать, практически все, 11 апостолов, это точно, кроме апостола Иоанна, они все погибли? Погибли за Иисуса Христа, за свою веру. Хотя это было не обязательно, но это было их желание. Вот почему это? Вы никогда не задавались этим вопросом? Я вам сегодня отвечу, потому что это были ученики Иисуса Христа, и они стяжали высшую награду. Какая высшая награда? Апостол Павел в своем послании к Филипписам. Филипписы – это самое колоссальное послание любви, которое было проявлено через апостола Павла. И апостол Павел там просто восклицает. Я стремлюсь к почести высшего звания на небесах. Стремлюсь, не достигну ли и я, как достиг меня Иисус Христос. А как достиг Иисус Христос апостола Павла? Через свою смерть, через свое воскрешение, через свое вознесение, через то, что он явился потом к нему в силе Святого Духа. Вот так Иисус Христос достиг сердца апостола Павла. И апостол Павел восклицает, у него такая ревность. Я стремлюсь к почести высшего звания на небесах, не достигну ли и я. И смотрите, вот высшая награда, высший критерий, который прописан самим Иисусом Христом, что означает высшая любовь? Вот мы стремимся все достигнуть какой-то любви. Но как этого достигнуть? Что в представлении Иисуса Христа является критерием? Евангелие от Иоанна. Это последнее место, которое я сегодня прочитаю. Я буду уже заканчивать. 15 глава. Евангелие от Иоанна, 15 глава. Сейчас, одна минуточка. Как всегда, техника дает сбой. Евангелие от Иоанна. 15 глава. 12 стиха. Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше твой любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Смотрите, здесь Иисус Христос говорит, нет больше той любви. То есть, если Иисус Христос так говорит, значит, это правда, это истина, потому что Он есть путь и истина, и жизнь. Только через то, что Он говорит, мы получаем спасение и познание истины. Истина для нас это эталон, эталон правды. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин Иоанн, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы от чего не попросите от отца во имя мое, он дал вам. Сие заповедую вам, да любите друг друга. Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое я сказал вам, раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваши. Аминь. И вы знаете, здесь Иисус Христос на самом деле говорит о себе. Он говорит о том, что вы мои друзья, я готов положить душу за вас, я это сделаю. И он много раз пророчествовал о том, как это произойдет, о том, что схватят, возьмут меня и распунут. И на третий день я воскресну и так далее и подобное. И много раз он это повторяет, но ученики тогда не верили. Они не понимали, о чем Иисус Христос вообще говорит и как вообще можно воскреснуть. И что это такое вообще. И вы помните, да, я очень часто привожу этот пример, когда Фома усомнился. Говорит, пока вот своих перстов не вложу в его раны, в его ребра, ну не поверю. И когда Иисус Христос явился, ему лично сказал, вот раны мои, вложи руки свои в ребра мои, вложи персты свои в раны мои. И Фома просто упал и сказал, ты мой Господь и ты мой Бог. Потому что Фома увидел то, что на самом деле, ну просто во что было невозможно даже поверить. Он увидел о том, что он видел, как Иисуса Христа убивали, как его истязали, как его терзали, как его пронзили копьем. И он понимал глубоко о том, что никакой человек после такой страшной смерти, которая была произведена над Иисусом Христом, не смог бы выжить, воскреснуть. Потому что у него не осталось даже крови. Вся кровь вышла, вся вода, вся синвяльная жидкость, телесная жидкость и организм, они вышли. Страшная смерть какая-то. Иисус Христос у него на глазах просто вот так явился в новом теле, в прославленном теле. Оно светится, да, оно излучает силу, мощь, и он предлагает ему вложить, и он понимает, что перед ним сам Господь, сам Бог, да, и он это исповедует. Ты не человек, ты мой Бог, ты мой Господин. И вы знаете, это на самом деле, вот в этот момент именно Фома, он стал учеником Иисуса Христа, потому что он сам увидел смерть Иисуса Христа, его воскресение, он сам просто убедился о том, что да, это прославленное тело, несмотря на то, что оно пронзено, его ребра пронзено, оно не может жить, но оно живет. Если он воскрес, то и я могу воскреснуть. Я хочу жить такой жизнью, да. И вот на самом деле Фома по преданиям историческим, он принял свою смерть, его распяли в Индии. Он добрался даже аж до самой Индии и своей смертью прославил Господа Иисуса Христа. Смотрите, какое стремление. Ученики увидели, что Иисус Христос доказал свою любовь, и не просто любовь, а высшую любовь. Он сказал, нет больше той любви, как если кто душу свою положит за друзей своих. И он это сделал. Аминь или не аминь. Ученики к чему стремляются? Они устремляются к тому же самому. Они устремляются доказать Иисус Христу, что они так же любят, такой же самой великой любовью, они готовы положить свои души за Иисуса Христа. Так это или не так? Это, знаете, вот такое мощное какое-то устремление. И очень мощный критерий ученичества. Конечно, мы сегодня не сомневаемся, что все ученики Иисуса Христа, включая даже, конечно же, апостола Иоанна, несмотря на то, что он умер своей смертью, но его жизнь, она была полностью посвящена Иисусу Христу. Ну, признак истинного ученичества, он как раз-таки именно в этом и заключается, о том, что все ученики Иисуса Христа, они положили свои жизни, посвятили себя. Кроме того, что посвятили, они готовы были даже умереть за веру в Иисуса Христа. Я еще раз привожу вот эту мысль, которую я периодически привожу, чем отличается религиозный фанатик или религиозный фанатизм от истинной веры в Иисуса Христа. Религиозный фанатик, он готов даже убивать за имя Бога. Сколько крестовых походов было совершено, сколько людей погибло или было умершлено от религиозных фанатиков, которые сегодня, их очень много, которые бегут, подрывают ни в чем не повинных людей, женщин, детей, обвешиваются бомбами, минами, подрывают себя, чтобы как можно больше увлечь там, ну как в их представлении неверных, и что якобы на небесах они получат вечную жизнь, награду. Но ничего этого не будет, это ложь дьявола. Это религиозный фанатизм. Истинная вера заключает в том, что истинно верующий христианин, верующий человек, он готов, он посвятил свою жизнь Богу и, в принципе, готов даже и умереть за веру в Иисуса Христа. Еще раз повторяю более коротко. Религиозный фанатик готов убивать истинно верующий, ученик Иисуса Христа готов умереть. Видите разницу? И это критерий довольно точный. Знаете, просто Бог мне дал определенный такой стих, стихи, которые я хотел бы вам сегодня зачитать на эту тему. Я написал их два или три года тому назад. И они точно вот по этой проповеди. Как бы хотелось умереть, что в брызге кровь и расплеслалась жизнь и треть за Божью любовь. Так захотелось доказать и впилость теребя, как жизнь легко могу отдать Христос лишь за тебя. Но Бог открыл не смерть, а жизнь приходит от Него. Бог даровал возможность жить через Сына Своего. И я решил все изменить, лишь Господа моля. Иисус, позволь мне дальше жить, чтоб только через Тебя. Жить, умирая каждый день, для всех земных страстей, служить воскреснуть для людей в делах любви Твоей. Как сладко жить, соумерев и сораспявшись в том, в ком, совоскреснув, я узрел, победа только в Нем. В Нем не страшны ни смерть, ни ад, голгофа за спиной. В Нем умереть я только рад, я только в Нем живой. О, вы не стойте у Креста, печалясь вновь и вновь. Пройдите через смерть Креста воскресшую любовь. Аллилуйя. Я вернусь к теме сегодняшней проповеди, как делать учеников, и просто подведу итог проповеди, как делать учеников Иисуса Христа или критерий истинного ученичества. Очень важно нам не успокаиваться, до тех пор, пока я не увижу отражение. То есть приходит человек к Богу, да, он покаялся, слава Богу. Но, вы знаете, не успокаивайтесь, не останавливайтесь на том, что человек просто покаялся. Человек говорит, а что делать дальше? Вот очень важно душепопечение. У нас периодически на базе нашей церкви проходит семинар по душепопечению. Скоро будет очередной семинар. И вот на этих семинарах мы проводим, как вести человека. От силы к силе, от славы к славе. Вы здесь, вы знаете, мы как бы закладываем в человека основу учения, фундамент. И фундамент заключается в том, чтобы человек поверил, что Иисус Христос умер за Него лично, за Его грехи пострадал, пролил свою кровь для прощения грехов. Это только начало. Это еще не ученичество даже. Второй шаг. Очень важно, чтобы человек поверил в то, что Иисус Христос не только умер, но что Он воскрес и написано в Мое оправдание. Он сегодня выступает, как мой личный адвокат пред Богом Отцом. Он мой личный адвокат. Скажи, Он мой личный адвокат. Он меня оправдывает. Я сам себя не смогу оправдать. Только Иисус Христос. И Бог Отец воспринимает оправдание только через Иисуса Христа, через Своего Сына. Когда Иисус Христос приходит к Нему и говорит, вот Людочка, дочь моя, ну просто там что-то, какая-то пленая нужда, пожалуйста. И Бог говорит, хорошо, сын, раз ты просишь, я все сделаю для Людмилы. И просто вот этот адвокат написано, есть только один адвокат между Богом и человеком, человек с большой буквой Иисус Христос. Он единственный адвокат, которого Бог принимает. Слышите меня? Бог Отец. Просто Его молитву принимает. Его приход. В плане того, что Он приходит к Богу Отцу и говорит, вот Господи, вот так, вот так и вот так. Но это еще не все. Конечно же, в этот момент человек становится уже учеником. В тот момент, когда он поверил в то, что Иисус Христос умер, в мое оправдание я уже оправдан. Оправдан для вечной жизни. А мы-то освящен. Я призван жить святой жизнью, жизнью Иисуса Христа. Не своей праведностью, не своими делами. Знаете, вот Бог на этой неделе мне реально просто открыл, что раньше у меня получалось жить святой жизнью. Я так думал, думал, по крайней мере. Я для этого прилагал какие-то усилия. И Бог мне вот в этот раз, на этой неделе просто открывает так, что вот именно через это приходила какая-то, вот незаметно, да, приходила какая-то духовная, религиозная гордость. Я начинал это где-то вот гордиться о том, что у меня получается. Я не грешу там, ну уже там несколько месяцев там или несколько лет уже там, не делаю того-того греха, уже не курю там, ну не пью там, алкоголь и так далее и подобное. Там не блужу, короче, там храню себя в чести, в святости, в праведности. Но я осознал глубоко о том, что здесь были приложены и мои усилия. И поэтому пришла гордость, ну где-то надменность какая-то, о том, что я добился, я достиг, и Бог мне открывает. Я просто думаю, Господи, почему приходят какие-то сокрушения? За что ты меня сокрушаешь? И Бог мне открывает о том, что даже здесь мне надо отложить свои собственные усилия. Сегодня я прошу у Бога силы. Я понимаю то, что Бог, Иисус Христос, без тебя я не могу делать ничего, абсолютно ничего. Дай мне жизнь, дай мне силу жить святой жизнью, потому что моих сил нет. Они истощились, они кончились. Я признал свое полное поражение. Я сам не могу жить праведной и святой жизнью. Мне нужна сила Святого Духа для того, чтобы жить святой и праведной жизнью. И вот здесь вот важна истина. И когда начинается мое истинное ученичество, когда я поверил в то, что не только Иисус Христос воскрес, я совоскрес в Нем. И вот в Нем я получаю, только в Нем я получаю силу. Вы знаете, как это тонко? Вот ты во Христе Иисусе, и ты святой, истинно святой. Вот ты вышел из Иисуса Христа, где-то написано, всякое неверие есть грех. Вот поступил просто не по вере, не доверившись Иисусу Христу, по своим силам, и ты уже грешник. Вот в этот момент ты уже страшный грешник, ты уже вне Христа, ты сделал что-то доброе, но по своим силам, по своим усилиям, по своей праведности, по своим каким-то умозам, и ты самый великий грешник. Вот в этот момент. Слышите меня? Вот это Бог мне открыл. Реально. И поэтому сегодня я вот так живу в страхе, благоговении, пред Богом и говорю, Господь, я сам не хочу делать ничего, вот сам, своими силами, своим опытом, своим разумом, своим интеллектом, ничего не хочу, потому что я понимаю, что это грех. поступить по своим силам, веру уповая на свою плоть, на свое образование, на свою опытность, это грех. Я хочу поступить по вере, я хочу поступать по вере, потому что я верю в то, что ты, Иисус Христос, воскрес, ты живой Бог, ты живешь со мной, и я совоскрес в тебе, с тобой вместе. Аминь или не аминь. И это великая весть, благая весть. И смотрите, какой критерий. Вот, ну, ты идешь, ты приобретаешь себе ученика, да. Он через себя уверовал, родился через твое благоествование, ты ему благовествовал, но у тебя дальше ответственность. Человек покаялся, он спрашивает, а что дальше-то? Тебе очень важно довести его до веры, то, что Иисус Христос воскрес. И очень важно потом довести его до ученичества, что это важно, чтобы он поверил в то, что он совоскрес. Вы знаете, какая радость приходит в тот момент, когда человек начинает двигаться во Христе Иисусе. Со воскресения, сила воскресения Его. Вот в воскресении есть колоссальная сила. Когда ты начинаешь двигаться в Его воскресении, только тогда приходит сила, могущество, да. И вот я хочу сегодня последнее место прочитать все-таки послание к филиппийцам, потому что это очень мощное место. Послание к филиппийцам, третья глава, давайте мы вместе откроем, с 10 стиха. Что-то или сегодня здесь такой слабый Wi-Fi, что лучше иметь настоящую Библию. Не айпад, зависает реально, не хочет открываться. А, ну, вот можно здесь прочитать. С 10 стиха послание к филиппийцам написано, чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие, смотрите, участие в страданиях Его, мы призваны принимать участие в страданиях Его, сообразовываться смерти Его. Для чего все это? Чтобы достигнуть воскресения мертвых. Вот пока мы в этих телах, у нас есть возможность возрастать в вере и становиться еще ближе к Иисусу и достигать почести высшего звания на небесах и просто подбираться, да, буквально, да, вот, ну, на самом деле, на ресталище все бегут, апостол Павел пишет, но только один получает награду. Дальше. Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос и Иисус. Дальше. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь в цели к почести высшего звания Божьего во Христе Иисусе. Итак, кто из вас совершен, вот, кто из нас совершен, так должен мыслить, если же о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Впрочем, на чего мы достигли, мы так и должны мыслить и по тому правилу жить. Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, который имеете в нас. Поступают по образу, который имеете, по образу Христову. То есть, мы позволили Иисус Христу, воскресшему, тот, который восседает на небесах на троне, жить в наших жизнях, руководить нами. Он наш Господин, мы Его рабы, все то, что Он нам говорит, мы делаем и исполняем, и через Него мы достигаем высшей почести звания на небесах. И вы знаете, Библия даже в одном месте говорит о том, что мы так же посажены с Ним на троне, посажены с Ним на небесах. Слышите меня? И вот это вот, знаете, мы живем с Иисусом Христом, мы призваны так жить, мы живем в радости, которую Иисус Христос нам подарил. Непрестанно за все благодарим, молимся, потому что молитва это и есть общение с Иисусом Христом. Иисус Христос нас ведет в силе Святого Духа и все вводимые Духом Святым суть Сына Божия. Не знаю, насколько у меня сегодня получилось ответить на вот этот вопрос, как делать учеников. Но это только один критерий. Как делать и как убедиться, что вот человек дошел до такого уровня, он не только живет тем, что он верит, что Иисус Христос умер, он живет тем, что Иисус Христос воскрес и живет как совоскресший. Слышите меня? Не как умерший только, а как совоскресший во Христе Иисусе. И я вижу эту жизнь победы, жизнь радости, жизнь благодарности, потому что я вижу о том, что действует сила воскресения Иисуса Христа, который воскресил его из мертвых. И тогда я понимаю, что передо мной ученик. Если передо мной человек, который только уверовал в то, что Иисус Христос пострадал и умер и остался на кресте висеть, и у меня крестик на груди висит с распятым Иисусом Христом, то это не ученик Иисуса Христа. Вот это надо запомнить нам. Это не ученик. Потому что он и не собирается исполнять заповеди уже. Он просто надеется, что от того, что он повесил крестик на грудь, он когда-нибудь получит спасение. Но этого не будет. Слышите меня? Спасется только тот, кто стал учеником, который поверил в сердце своем, что Иисус Христос умер, на третий день воскрес, был вознесен и восседая сегодня одесную у Господа Бога на высоте, и мы с ним умерли, в нем сораспятый и в нем совоскресли. Слышите меня? И в этот момент я обретаю небесное царство. Царство победы, царство Божья славы. Слава нашим Богу. Давайте мы коротко помолимся. Давайте мы вместе провозгласим. Это символ веры. Вы можете там на выходе, правда на болгарском языке, ну там все понятно, прочитать символ веры, который также и говорит о том, что я верю, повторите за мной, в то, что Иисус Христос умер по Писанию за мои грехи и воскрес в мое оправдание и восседает и восседает одесную у Бога на высоте. Я верю, что я умер вместе с Иисусом Христом. Мой ветхий человек умер. Я совоскрес вместе с Иисусом Христом. Мой новый человек непрестанно обновляется в познании Иисуса Христа. Я живу новой жизнью. Древнее все прошло, теперь все новое. Жизнь с избытком, победа во Христе Иисусе, победа над смертью, победа над адом. Моя душа бессмертна. Я обретаю вечную жизнь только тогда, когда полагаю жизнь свою за Иисуса Христа. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Если согласны, скажите Аминь. Слава Богу. Я хотел сегодня, чтобы одна сестра тоже прибавляла в новую Palmer надежды.